Друзья, доброго дня! Приветствуем вас на бизнес-марафоне BITREX24. Мы продолжаем вторую неделю смотреть на разные составляющие нашего бизнеса, для того, чтобы каждый из них стал лучше. Мы смотрели на личное время руководителя, на организацию работы, на работу команды, смотрели на продажи, будем смотреть на маркетинг, на финансы. Сегодня у нас тема, посвященная нейросетям. Тема актуальная, злободневная, современная. И мы, конечно, будем рассматривать ее не в формате технологическом, не будем смотреть, как работают нейросети сами по себе, а будем смотреть, как эти нейросети можно использовать в нашем бизнесе. Мы для этого сегодня разговариваем в прямом эфире с Александром Бартаньяном, директором по маркетингу компании BITREX24, человеком, который очень здорово знает технологии и, на самом деле, умеет их очень классно совмещать, применять к бизнесу. Саша, привет большой! Привет, Миша! Здравствуйте, друзья! Рад вас всех видеть и рад, наконец-то, лично принимать участие в наших онлайн-марафонах, а то обычно я слежу за организацией, но не доводилось еще лично посидеть с вами и потрындеть. Вот, поэтому сегодня для меня тоже большое событие. Я запасся кофе, надеюсь, вы тоже. И я думаю, что мы можем начинать тогда. Да, маленькое уточнение, что, друзья, мы с вами можем общаться в том числе. У вас есть, как обычно, сообщения в комментариях к этой трансляции. Если есть вопросы, отправляйте их туда. Вопросы по BITREX24 возьмут на себя наши партнеры, опытные эксперты по продукту подскажут, как, что нужно сделать, настроить, и возможно ли там придумать что-то свое, реализовать в своей котелке. А если есть вопросы к теме сегодняшней, вы точно так же отправляйте их туда. Мы их будем собирать и по ходу в конце оставим время для того, чтобы на вопросы ответить. Саша, оставляю тебя. Да, все так. На самом деле вопросы можете писать даже в чатик по ходу трансляции. Я, наверное, не все возьму в эфир прямо сходу, но вы можете натолкнуть меня на какие-то прикольные мысли. И было бы хорошо, если бы в самом начале вы бы написали, чем вы вообще занимаетесь, какой у вас бизнес, потому что я бы тогда на каких-то таких более прикладных для вас примерах какие-то штуки рассказывал. Я думаю, будет интересно. Смотрите, у меня презентация где-то на час, и где-нибудь еще 20 минут мы оставим под вопросы. Я сперва расскажу немножко теории, потому что, ну, прям вот сложно без теории как-то сразу в практику погружаться, а потом у меня будет много практических примеров. Я самые интересные кейсы вам покажу. Там будет прям много скриншотов, поэтому если вы смотрите с мобилы, то лучше прям перейдите куда-то в веб, чтобы у вас был большой экран, чтобы вы видели текст, потому что, конечно, о текстовых и генеративных сетях сложно говорить. Надо, конечно, смотреть, тогда будет самый такой вау-эффект. Вот, расскажу, почему вообще я задумал вот такой вот докладик. Ну, во-первых, конечно, это хайповая сейчас история, и все об этом много говорят. Есть вот много возражений. Я читал в чатике, например, онлайн-марафон на тему того, что да нет, но это просто хайп, там как плопхаус. Сейчас вот пройдет пару месяцев, все забудут. У меня нет такого ощущения, что все забудут. На самом деле, друзья, мы получили сейчас с вами в руки очень крутые инструменты, которых не было у наших предшественников. И это те вещи, которые смогут прям вот прокачать наш повседневный быт, прокачать нашу работу, прокачать наш бизнес, личную эффективность. И меня самого все, что касается искусственного интеллекта, нейросети и прочего, оно очень драйвит и вдохновляет. Я всегда с интересом там слежу за всеми новинками, всегда стараюсь пользоваться все первым, потому что для меня это такая магия, знаете, своего рода. Я понимаю, как это работает, я понимаю, как это устроено, но у меня никогда не пропадает иллюзия того, что это некое волшебство. И мне этим волшебством хочется делиться, но большинство конференций, вебинаров по этой теме, они бывают двух типов. Первый – это сугубо разработческая история, которая нацелена на аудиторию разработчиков, там им показывают, как нейронки могут им помочь в программировании, во всем прочем, вот это вот копилоты, прочее, прочее. Либо сейчас есть огромное количество нейросетбизнесменов, которые строят свой бизнес на том, а как вообще запускать проекты, построенные на нейросетях. Там пока, к сожалению, рынок не какой-то там огромный, и все равно все замыкается на 5-10 основных моделях. Но есть такое. А я хочу поговорить более научно-популярно, максимально простым и недушным языком, чтобы каждому стало чуть понятнее вообще, как это все дело применять, и как это все дело работает. И начну с такой небольшой вводной части про то, с чем мы вообще имеем дело. Еще раз расскажу, почему вообще АИ. Я пришел к этому на одной из моих прошлых работ. Я работал в стартапе, который, собственно, занимался системами видеоаналитики. Там были разные промышленные интересные системы. Например, система контроля продукции на конвейере. Условно, там единицы продукции ползут по конвейеру, смотрит камера, и если какой-то продукт идет с браком, камера это понимает, сообщает оператору, оператор может пойти и быстро внести коррективы. И я смотрел, это было много лет назад, я смотрел, как эта система разрабатывалась. И тогда это было очень сложно, очень тяжело. То есть компания много раз переизобретала эту модель. И обучение вот этой системы каждый раз, оно требовало очень много времени. Было сложно собирать датасеты. Но даже тогда это казалось суперперспективным. И вообще сегодня, мне кажется, что мы стоим прям вот на пике промышленной революции. Как это все происходило, я напомню. В 18 веке, когда появились паровозы, когда появились паровые двигатели, железная дорога, это дало очень мощный стимул для развития производства. Если помните, то тогда были люди, которые говорили, да что это такое, у людей отнимают работу, как мы будем вообще жить, нас заменят паровые машины, а мы останемся без работы. Этого не произошло. В 19 веке то же самое происходило с появлением электричества. Началась массовая электрификация, появились конвейерные производства. И точно так же люди воспринимали это с большим трудом, потому что для них это было тоже из разряда магии. Не все хотели, не все понимали. Некоторые действительно боялись и опасались за свою работу, за свой бизнес. И относились к этому максимально, с максимальным скепсисом. Уже в 20 веке появились компьютеры, появились автоматические производства. И люди уже восприняли это как реальность. То есть люди очень быстро научились во многом за счет маркетинга крупных вендоров, крупных производителей ПК. Люди поняли, что действительно прогресс это та вещь, которая помогает, а не мешает. И люди никуда не денутся из этой парадигмы. Люди всегда будут нужны в этой системе, потому что кто-то должен всем этим заниматься, заниматься компьютерами, заниматься автоматизацией. И сейчас, на мой взгляд, нейронки – это как раз та история, которая создает вот эту вот новую промышленную революцию, когда уже не просто автоматизированные производства появляются, а появляются автономные производства, которые могут работать сами, без участия там человека, и могут самокорректировать свою работу в процессе, собственно, производственных процессов. Попробую вот по-простому объяснить, как обучается и не работает нейросеть. Есть куча графиков, очень сложных, очень сложные диаграммы о том, как вообще все это устроено. На самом деле нейросеть – это модель, которая обучается на каком-то большом объеме данных. Там разные нейросети используют разные данные. Кто-то использует там текстовый контент, графический, в зависимости от цели. И если сводить их обучение до самого простого вообще, что можно сказать, нейросеть находит закономерности в данных. Она умеет понимать, что там условно вот эти 10 картинок, на 6 из этих картинок кошки, на 4 собаки, она понимает некие критерии, по которым кошка является кошкой, собака – собакой. Даже разработчики нейросети не всегда понимают, как это работает изнутри, какие закономерности она находит. Но тем не менее эти системы работают. Мы уже ежедневно, прям буквально на практике, сталкиваемся с такими вещами. Это, например, стриминговые музыкальные сервисы, которые подсовывают вам в процессе треки, которые вам с большей долей вероятностью понравятся, потому что нейросеть, которая лежит в основе этого сервиса, она понимает, что люди, похожие на вас, которые слушают подобную музыку, слушают еще и вот такое и подсовывают вам похожие треки. Например, вот в Bitrix24 у нас есть нейронка, которая отвечает за прогнозирование успеха сделок. То есть она анализирует ваши сделки, находит там закономерности по тому, как вы общались с клиентом, по тому, в какое время какая коммуникация проводилась и оценивает вероятность, с которой эта сделка станет успешной. Вот для примера я QR-код оставил, можете почитать подробно у нас на сайте, как это работает, не буду на этом останавливаться. Если кратенько, то у вас накапливается 2000 ваших сделок, в этих сделках находятся закономерности по успешности, по неуспешности и прочее, нейросеть периодически переобучается для того, чтобы эти данные оставались актуальными. И для каждой следующей сделки уже в будущем она говорит о том, какова вероятность того, что сделка завершится успешно. Генеративная нейросеть – это то, что сейчас на хайпе. В чем ее отличие от тех нейросетей, о которых я говорил до этого? Она создает новые данные закономерности. Это может быть любой контент, это может быть звук, текст, видео, неважно. Опять-таки самый простой пример, который есть у нас в сервисе, который у нас появился в последнем релизе, это нейросеть, которая создает в конструкторе сайтов новые картинки. Создавая страницы, там, например, вы можете написать, что я хочу, чтобы там была картинка с цветами, там на черном фоне, там какие-нибудь розы были на ней изображены. Вот пример, собственно, как это работает. И генеративная нейросеть, она, понимая закономерности, как выглядит фон, как выглядят те или иные цветы, она вам эту картинку дает. Вот такие вот небольшие вводные по тому, что у нас есть. На самом деле мы в своей работе используем нейросети гораздо шире. Например, наша поддержка клиентов, она использует, опять-таки, самообучающиеся модели для того, чтобы анализировать обращения и понимать, как отвечать, куда отвечать. И помогает, собственно, людям, которые там сидят, лучше маршрутизировать вопросы и более точно, более емко давать ответы. Поговорим о прикладных инструментах. Перейдем уже к такой ближе к практике. Существует, на самом деле, да не просто существует, за последний год появилось огромное количество разных нейронов. Вот пример для работы с текстом. Это самая популярная чат GPT, это их версия GPT от Яндекса, от Сбера, Яндексовская Балабоба, еще разные западные сервисы. Для графики самые популярные, опять-таки, все знают Далин 2, Миджонис, Тейбл Дифьюжн. Есть и специфические, например, вот RemoveBG, это сервис, который отвечает за удаление фона на картинке. Он может туда загрузить любую картинку, он с него выражет фон. Или вот предпоследняя аббревиатура, это сайт, который генерирует несуществующих людей, по-моему, называется This person doesn't exist. Он создает реалистичные фотографии людей, которых на самом деле никогда не существует. Это очень прикольно, это можно как-то использовать там, где нужны люди, которые наверняка не существуют, чтобы не было никаких вопросов. Есть куча нейронок для аудио. Обычно это все, что касается озвучки. Text to speech, когда мы загоняем текст, и появляется какой-то звук, каким-то голосом, какой-то интонацией. Но есть и вот интересный, например, Muberth, это нейронка, которую генерируют в реальном времени музыку. Вы можете ее попробовать, сами открыть сайт и посмотреть вообще, как это работает. Там действительно вы можете задать жанр, и в реальном времени по стандартам музыкального производства там будет генерироваться музыкопоток в обезотановке. Куча нейронок появилась для видео. Тут тоже на всех не буду останавливаться, но вот, например, DID – это сервис, который позволяет озвучить и оживить аватар. То есть туда можно загрузить свою фоточку, загрузить какой-то текст, выбрать голос, можно даже загрузить свой голос, и нейронка озвучит и создаст из этого всего дела видео. Почему сейчас в основном говорят про JGPT как основной нейронку? И я, на самом деле, тоже сегодня буду говорить про него, потому что это, во-первых, первая нейронка, которая имеет минимальный порог входа. То есть попробовать ее может каждый, там, зарегистрироваться и начать пользоваться. Это буквально пара минут. Во-вторых, это одна из немногих нейронок. Вот с предыдущего слайда, наверное, две или три нейронки широкого профиля, которые не заточены под решение определенной задачи, например, озвучить текст или удалить фон, а нейронка, которая может работать по-разному, которая может выдавать там разный результат и отвечать на самые разные вопросы. И самое главное, революционность JGPT в том, что у нее есть память контекста. Когда вы с ней общаетесь, она помнит, о чем вы с ней говорили до этого, и может вести с вами диалог, уже основываясь на том, что она получила от вас до этого, на той информации, которую вы ей предложили. Многие сейчас используют чат JGPT через различные телеграм-боты, которые для этого сейчас создаются просто массово, огромное количество телеграм-ботов для коммуникации с чат JGPT. Я вот так делать не рекомендую, именно по той причине, что там все гораздо хуже с памятью контекста. Эти чат-боты работают по опишке, они обращаются к тем же серверам, к которым обычный веб-интерфейс чат JGPT, но есть проблема. Помнят эти телеграм-боты контекст значительно хуже или не помнят вообще. Поэтому рекомендую работать напрямую, так лучше, так цельно. Что вообще такое чат JGPT? Это, собственно, да, автономная модель. Это какое-то грустное, такое пушное определение. Не хочу на нем останавливаться, но что важно, в том, что эта модель, обученная на данных, если быть точным, то это данные до 2021 года, поэтому она не обладает всеми знаниями человечества, но обладает большей частью, сформированными до 2021 года. И что главное, JGPT способен отвечать и выполнять вообще разные задачи, основываясь именно на этом объеме данных. По сути, это такой T9 на максималках. Если вы помните, там у вас были когда-то кнопочные телефоны, там был встроенный сервис, в котором вы печатаете что-то, вы ошиблись, сервис исправил ваш текст. Потом уже в современных смартфонах есть предиктивный ввод, когда вы там печатаете что-то, там вы напечатали, я сегодня там покормил, и он предлагает кота, собаку. Почему так происходит? Потому что большинство людей, печатая эту фразу, следующим словом выбирают слово кота или собаку, поэтому она предлагает выбрать это слово вам, потому что она считает, что скорее всего вы хотите сказать это. Или, ну вот как простой пример, если вы говорите, там самый популярный певец в России и бывший муж Аллы Пугачевой это Филипп, то там с 95% вероятностью как бы скажут Киркоров. И, соответственно, Нейронг тоже это понимает и, скорее всего, тоже скажет, что это Киркоров. По вот этому же принципу до сих пор работает ЧАД-ЖИПТ. Это, конечно, более сложная модель, там гораздо более сложные алгоритмы, но основной принцип примерно такой. Важно сразу проговорить, чем ЧАД-ЖИПТ не является, чтобы не было каких-то иллюзий. Во-первых, это не искусственный интеллект. Как бы это странно сейчас не звучало на этом докладе, но есть такое понятие, как сильный искусственный интеллект и слабый искусственный интеллект. Так вот, сильный искусственный интеллект это условный терминатор, да, или агент СМИД, который может выполнять самые разные задачи, может там самообучаться, и это то, чего боятся там ученые по всему миру, что когда-нибудь вот такой вот сильный искусственный интеллект захватит человечество. А есть слабый искусственный интеллект, это, собственно, нейронки, те же самые, которые заточены на решение конкретных заданий. Так вот, чат GPT это слабый искусственный интеллект, а сильный искусственный интеллект еще не изобретет. Поэтому чат GPT не искусственный интеллект. Он не является поисковой системой и не индексирует данные из интернета в реальном времени, как это делает Google. Я уже об этом говорил, его данные ограничены конкретной датой, все, что было после этого, он не знает. Это во-первых. Есть у него еще забавная особенность, это, ну я дальше чуть про это расскажу, он врет. То есть периодически он сочиняет факты, и это очень сильно мешает в работе с ним. Я расскажу тоже, как стараться этого избегать. Конечно, это не замена человека, потому что ни одна нейронка не способна понимать мир на том уровне, на котором его понимает человек. И она не способна понимать эмоции, не способна понимать в некоторых местах логику поведения человека. Поэтому тот момент, когда вы можете там с уверенностью сказать, что все, я заменил там своего сотрудника на нейросеть, он еще не близко. Он возможен, но пока еще не наступил. Ну и, конечно, это неразумное существо. Совершенно точно чат GPT не обладает разумом. Ни в каком его смысле. Это все еще генеративная, текстовая нейронная сеть. Собственно, чат GPT, он и расшифровывается как генератив, претрейн, то есть натренированное, там, трансформер. Это, ну, уже самоопределение технологии, которую в свое время там разработывают. Вот, поэтому это неразумное существо, там нет разума, и сам чат GPT об этом честно говорит. Как лучше всего его воспринимать, чтобы вам было вот прям вот предельно просто работать с ним? Воспринимайте его как вашего личного сотрудника, ассистента или партнера, который, во-первых, очень хорошо знает профессиональную лексику, возможно, даже лучше вас. Он отлично оперирует терминами, поскольку он обучен, ну, вот я маркетолог, я там знаю там свои, там, вот эти, знаете, душные CPA, CPA аббревиатуры. Так вот, чат GPT знает всю лексику маркетинга, которая была на момент его обучения, поэтому он лучше меня с этим справится. Лексику он понимает точно лучше. Он хорошо знает матчасть, опять-таки потому, что он обучен на данных, которые, ну, у меня жизни не хватит, чтобы столько данных переварить. У него на это уходит сравнительно немного времени. Ну и третье, по умолчанию, чат GPT, как и любая другая нейронка, не понимает ваши цели. Она не понимает, как устроен ваш бизнес, она не понимает, что у вас за бизнес, что вы хотите, не понимает вашу мотивацию. Поэтому всему этому ее предстоит, ну, всю эту информацию вам придется в нее погрузить. У меня вот тут спрашивают про подключение с помощью плагина чат GPT-4 к интернету. Я дальше про это немножко расскажу. Это действительно есть, это действительно работает, но не так, как вы ожидаете. Это не глобальный интернет, а это вполне конкретные задачи на конкретных сайтах. Вы действительно ему можете скормить конкретную ссылку. Он эту ссылку изучит, даст вам по ней какие-то там ответы. Но он не способен подключиться вот в реальном времени, как Google, да. Даже Google, он не совсем в реальном режиме времени оценивает все сайты. Там у него есть какой-то лаг. Вот если есть SEO-шники, они знают, что в зависимости даже от посещаемости сайта, Google очень по-разному обновляет свою выдачу. Там от нескольких минут до нескольких недель. Вот. Чат GPT так, даже как Google, не умеет. Ему требуется сильно больше времени, чтобы информация в нем обновлялась. Поэтому даже в четвертой версии это не совсем так работает. Ну и прежде чем начать практику, такое основное – это ограничения, которые вам сейчас явно могут помешать в работе, но не отчаивайтесь, потому что любые ограничения – это возможности. Во-первых, то, о чем я говорил – галлюцинация. Чат GPT часто придумывает факты, придумывает источники этих фактов и делает это очень убедительно. У меня есть несколько кейсов. Последний вот был из СМИ. И где-то пару дней назад обсуждали историю какого-то юриста, который сделал какой-то там вывод, основываясь на том контенте, который ему дала Чат GPT. Там были указаны конкретные источники. А потом пошли смотреть, что это за источники, и выяснилось, что их никогда не существовало. Хотя Чат GPT давал ссылки, давал автора, давал название книги, но такого не было. Либо другая история. То есть у меня знакомый на полном серьезе писал серьезную научную работу с использованием Чат GPT. Чат GPT подбросил ему источников. Он сдал работу и только потом выяснил, что опять-таки эти источники, они выглядели как совершенно реальные, но их никогда не существовало. Чат GPT их выдумал. У меня вот в вопросе, как я уже вижу, про российские аналоги. Я чуть раньше давал слайд, я думаю, вам презентацию отдадут в конце. Я давал слайд с разными нейросетями под разные задачи. Самый лучший аналог Чат GPT в России, который сейчас существует, это Яндексовская и Сберовские версии. Можете посмотреть по чекам. Поэтому с галлюцинациями надо быть осторожнее и надо всегда проводить факт-чекинг. Если вы у него спросили какие-то факты и сомневаетесь, что эти факты реально, скорее всего, они нереальны, и надо перепроверять. Это, собственно, тот момент, почему я говорю, что эта система до сих пор не способна заменить человека. Потому что всегда нужен редактор, который будет все вот эти вот сотные материалы отсматривать и смотреть, а нет, и там прям совсем предятельно, откровенно. Это то, о чем я говорю, каллюцинация. Сырость результата – это туда же. Каждый контент, который генерирует Чат GPT, требует коррекции, требует для того, требует, чтобы как минимум какой-то человек сел, почитал и убедился, что текст адекватный. Если вы сталкивались в интернете, там уже есть сайты, которые вообще полностью сгенерированы по тексту Чат GPT, вы наверняка выкупаетесь в такие тексты довольно легко, я не думаю, что вас так легко обмануть, друзья. Вот. Есть ограничения с точки зрения лицензии. У каждой нейронки – это свои ограничения. Вы должны внимательно читать лицензионные соглашения, чтобы как минимум понимать, как вы можете использовать тот контент, который генерируется нейронкой. Потому что для части нейронок этот контент будет принадлежать не вам, а, собственно, разработчику нейросети. Поэтому надо очень внимательно все это осматривать. Ну и география. Чат GPT как самый популярный сервис не представлен на российском рынке, но для частного использования ввести в Гугле, как использовать Чат GPT в России, каждый может. Это займет у вас примерно 2 минуты времени. Вы зарегистрируетесь и исправитесь. Давайте посмотрим вообще бегло, а для чего верхнеуровневая эта система может быть нам полезна. Дальше я пойду разбирать конкретные примеры. Но бегло я вот сел вчера и погенерировал сам для себя, вместе с Чат GPT опять-таки, в каких местах он может быть максимально полезен. Ну, во-первых, начнем с простого – HR. Все, что касается составления вакансий, вопросов для интервью, сценариев корпоратива, там всяких развлеков, оценки, там резюме или придумывания каких-то постов для внутрикома, все это может делать Чат GPT, естественно, не без помощи HR, но он отлично с этим справляется. Вот тут у меня есть пример в презентации. Я попросил просто, не усложняя, просто в лоб написал, создаем мне вакансию менеджера отдела продаж в компанию, занимающуюся бухгалтерским аудитом. И Чат GPT в первой же итерации накидал мне пример того, как это может выглядеть. Конечно, это очень душно, вы видите вот этот мы, динамично развивающаяся компания, специализирующаяся. Это очень грустно, это очень тяжело читать, но это неплохо. Это очень крутой результат для прокачанного Т9. Есть и другие не менее интересные способы, например, продажа. Как это может применяться в продажах? Во-первых, Чат GPT отлично справляется с теми вещами, которые требуют алгоритмизации. Например, скрипты продаж, у меня дальше будет прям конкретный пример, как генерировать скрипты продаж с помощью Чат GPT. Отработка возражений, тональность обращений в вашу компанию, критерии для квалификации лидов, слабые места в документах. Вот опять-таки пример, как все это работает. Я представил себе, что я продаю очень дорогие премиальные электрогрили и барбекюшницы. И я ему говорю, смотри, ко мне с рекламы приходят лиды, придумает ли меня пять вопросов, по которым я смог бы квалифицировать, что этот человек действительно в состоянии финансово или репутационно купить мой вот этот премиальный, дико дорогой электрогриль классный. И при этом я ему сразу же уточнил, что спрашивать про доход в лоб нельзя. И если вы посмотрите на признаку, надеюсь, вам видно, хотя, конечно, шрифт мелковат, но по-другому никак не сделаешь. Он предлагает довольно адекватные способы того, как можно об этом узнать. Например, как и для чего вы используете или хотите использовать электрогриль. Какие у вас есть сейчас электрогриль или какие функции вам больше нравятся. Какой максимальный бюджет. Сколько человек. Какие функции для вас самые важные. И знакомы ли вы с другими премиальными брендами барбекю и грилей. Мне бы половина этих вопросов даже в голову не пришла. А здесь очень неплохо, мне кажется, в основном случае для старта работы прикинуты вопросы, которыми можно действительно этот лид квалифицировать. Ну, маркетинг это самое простое. Про это я могу говорить бесконечно как директор по маркетингу, потому что здесь, конечно, возможности ЧАДЖПТ прям максимально хорошо попадают на благодатную почву. Составление исследований, сценарии там для рекламы, для роликов, структуры каких-нибудь постов, статей, колонок, пресс-релизов, тексты объявлений. Его можно просто попросить даже подкинуть идеи для поста, не знаю, в ваш канал в Телеграме, и он их сгенерирует. И сгенерирует действительно неплохо. Он мыслит не так, как вы. Он мыслит нестандартно. И иногда он предлагает идеи, на которые ты смотришь и думаешь, вот я бы никогда вот так не подумал. А вообще ведь тема дельная. И используешь. Вот какой пример я сюда приложил. Я попросил просто составить опрос для предпринимателей из 10 вопросов, чтобы узнать, как они автоматизируют свой бизнес и какие сервисы для этого используют. Он мне буквально за несколько секунд предложил вот такой пул вопросов. Прям, мне кажется, очень исчерпывающий. Можно его докрутить. Я дальше расскажу, как вот эти все истории докручивать. Но в целом выглядит очень круто. Что еще интересного? Клиентский сервис, разработка, юристы, аналитика, управление производством, развитие бизнеса, что угодно, насколько работает ваша фантазия, там чат GPT может быть полезен. Вот как бредовый сценарий я предложил чат GPT представить себя профессиональным директором по маркетингу с огромным стажем, но таким директором по маркетингу, который отрицает все старые вот эти каналы коммуникаций типа СМИ, а который заточен под самое модное, стильное молодежное. ТикТоки, там, Твичи, AR, VR. И предложил ему сгенерировать мне стратегию продвижения, основанную на этих технологиях, все для тех же электрогрилей моих премиальных. И вот он мне накидывает, говорит, сотрудничай с влиятельными ТикТок-блогерами. Я сижу и думаю, ну да, в принципе, логично. Если я хочу в ТикТок, то как туда еще заходить? Сделай какую-нибудь VR-ную приколюв. Расскажи, как будет выглядеть там процесс приготовления пищи с помощью VR. Используй Телеграм-каналы. Это прикольно, потому что я сразу ему сказал, что я хочу модно, я не хочу олдскульно, и он, руководствуясь с моими вводными, уже корректирует то, что мне предлагают. Ну, и самое последнее, о чем всегда говорят, когда сталкиваются с любыми GPT. Это генерация контента. Это прям вот такая вот тема, которую всегда обсуждают на всех маркетинговых конференциях, конференциях сейчас. Генерировать или не генерировать. Тут есть, конечно, этические моменты, связанные с тем, что это, естественно, там не контент вашего эксперта, это там обман условно, потому что вы можете сказать, что это сгенерированный человеком контент, хотя это не так. Кстати, обращайте внимание, потому что в некоторых электронизионных соглашениях, в некоторых нейронах, в чат GPT в том числе, прописано черным по белому, что нельзя выдавать контент, созданный в чат GPT, за контент, созданный человеком. Это тоже важно. Так вот, во-первых, поисковики явно не оценят такой искусственный контент. Они либо научатся, либо, возможно, уже научились его определять и пессимизировать. Я знаю точно, что уже появились сервисы, которые хорошо понимают и хорошо находят сгенерированный текст и даже говорят, какой модели он был сгенерирован. Я думаю, поисковики тоже все это умеют и в ближайшем будущем страницы и сайты, созданные с использованием вот такой истории, полностью, они будут пессимизироваться. Во-вторых, опять-таки, изучайте авторские права. Это в каждом отдельном случае с каждым отдельным контентом и нейронкой надо хорошо прорабатывать. Ну и третье, то, о чем я говорил, люди почувствуют искусственность так же, как ее чувствуете вы. Вы всегда понимаете, когда тот текст, который читаете, что он не экспертный, что это просто набор каких-то чужих экспертиз, а уж текст написан искусственным интеллектом, пока вы точно определите. Ну и давайте перейдем к практике. Как работает чат GPT? Я не знаю, если вы видели, не видели, кто-то, наверное, видел. Если не брать Telegram-бот и обращаться напрямую к интерфейсу, там можно создать определенное количество чатов с ним отдельных. И в рамках каждого чата чат GPT будет запоминать, о чем вы с ним разговариваете и будет ввести диалог с учетом того, что вы ему уже говорили. То есть вы можете в одном чате с ним обсуждать развитие вашего бизнеса, в другом чате обсуждать психологические проблемы вашего кота, и он не будет это смешивать и будет вести с вами диалог в двух разных ипостасях. Это очень прикольно. И когда вы к нему обращаетесь, вы очень быстро понимаете, если вы долгое время с ним разговариваете, как лучше вести диалог, чтобы получить максимально хороший результат. И для этого есть вот такие вещи, как промты. Это, по сути, определение текстового сообщения, которое вы даете чат GPT, для того, чтобы он вам выдал, чтобы он понял вашу идею, ваш вопрос максимально точно и выдал вам максимально точный результат, именно такой, которого вы ожидаете. Я как раз сейчас расскажу вам, как делать классные промты, для того, чтобы прям на изи спокойно общаться с чат GPT. Самые крутые промты по версии чат GPT примерно такие. Я не буду останавливаться здесь. Опять-таки, презу вам раздам, но это то, что предлагает он. Как с ним можно, собственно, вести диалог, и как с ним можно строить предложение. Презентацию потом все посмотрите. Вот. Собственно, как писать промты? Промт нужен, чтобы донести до машины контекст вашей жизни, в которой вы задаете вопрос, самым понятным для нее образом. Было бы хорошо, если бы в процессе промта каждый раз вы могли уже сказать формат, в котором вы ожидаете получить от него ответ, оценить, прикинуть даже не оценить, прикинуть степень экспертности, с которой он вам должен ответить. Дальше покажу на примерах. Вообще есть вот несколько прям таких конкретных правил. Первое – это, собственно, конкретность. Промт должен быть ясным, там не должно быть никаких там двухсмысленных слов, двухсмысленных предложений. Он должен быть четким, понятным. Уточнения и детали могут помочь. Чем больше вы насытите ваш промт деталями, тем более классный и понятный для вас, в свою очередь, будет результат. Но тут тоже, конечно, важно не перепорщить, потому что огромное количество ненужных деталей, оно может создать какие-то ветвления, которые вам точно нужны. Второе – это понятность. Надо говорить на понятном, простом языке, так же, как вы говорили, условно, не знаю, там, со школьником бы, либо студентом, который первый раз с вами общается на эту тему, потому что если писать там какие-то длинные предложения на пять строчек, нейронка может запутаться в смысле вашего предложения, понять его не так и нагенерировать какого-нибудь бреда вам. Это вам тоже явно не нужно. И лишние детали, если они не нужны и не важны для результата, не стоит тоже их добавлять, зачем путать. Основная задача промта – это создать, собственно, контекст. Поэтому вы должны нарисовать словами для чат-бота ситуацию или состояние, в которой вы находитесь, или человек, про которого вы спрашиваете. Ну, например, самый простой пример, типа чат GPT, смотри, я директор по маркетингу в компании Bittrex24, мы занимаемся производством и продажей софта, я хочу у тебя спросить, как там у чего-то, вот у меня есть там, допустим, канал продвижения, я его использую таким образом, посоветую мне то-то, то-то. То есть я создаю для него контекст, я его как будто бы погружаю на какое-то время в свою реальность, в свой кабинет, и он уже лучше меня понимает и может говорить со мной на одном языке. Чем точнее этот контекст, тем меньше будет дальше исправлений. Ну и очень важно ставить ясную цель перед ним, лучше сразу сформулировать, что, например, чат GPT, я хочу получить ответ в формате таблицы из 20 строчек, или я хочу, чтобы ты мне предложил там 5 вариантов, или напиши мне ответ, не знаю, в стихах, в стиле Пушкина. Он отлично это все понимает и отлично все это переваривает. Вот в чатике предлагают заменить слово промт словом подсказка. Не совсем так. Подсказка – это то, что происходит в процессе, а промт – это, по сути, сценарий, по которому вы ведете с ним разговор. И плюс промта в том, что их можно заготовить на разные случаи жизни, не писать каждый раз с нуля, а можно прям сделать у себя там какую-нибудь памятку. И если вы, например, захотите поговорить с чат GPT как с бизнес-коучем, вы можете достать готовый промт, скопировать его в поле ввода и сэкономить себе время. Ну и самое крутое в чат GPT, и надо быть к этому готовым и радоваться этому, а не обижаться. Иногда он приносит совершенно неожиданные результаты, иногда он уводит вообще диалог в сторону и предлагает совсем не то, что вы от него хотели. И это очень круто, реально круто, потому что он может навести вас на интересные мысли. Он может заставить вас посмотреть на мир под другим углом, показать какую-то другую точку зрения, о которой вы никогда не думали. И вы подумаете и скажете, ну, действительно круто, хотя я даже не рассматривал такое. И поэтому же его можно просить, буквально просить, его можно просить быть креативным, мыслить нестандартно, предлагать нестандартные варианты, он отлично понимает, что вы от него захотите и будет предлагать самое небанальное решение. И это максимальная его польза. То есть все остальное, что я говорил, это прикольно. А вот то, что он может расширить вот ваш горизонт восприятия с помощью этого, это реально его основная польза, которая делает общение с ним прям, ну, прекрасно. Ну, есть такое понятие, у нас теперь недавно появилось, как prompt engineering. Это условная дисциплина, она, конечно, пока не сформировалась еще, но термин уже появился. Дисциплина, которая учит тому, как писать классные промты. Вот кто-то в чатике предлагает заменить prompt на запрос. Да, в целом, ближе. Запрос – это неплохой термин. И, собственно, prompt engineering – это искусство писать вот эти вот запросы. Расскажу от себя советы такие, лайфхаки, которые помогут вам общаться с ним максимально эффективно. Во-первых, если знаете английский, то старайтесь общаться по-английски. Он просто больше данных съел на английском, поэтому он генерирует мысли свои, тоже лучше на английском. Я уже говорил, не используйте сторонние боты, используйте прямой интерфейс, так гораздо качественнее вы получите результат. Указывайте конкретную целевую аудиторию, конечную, которая участвует в вашем диалоге. То есть, если вы, например, придумываете текст поста для сотрудников, лучше написать, что я придумываю именно для сотрудников, а не для совета директоров. От этого будет зависеть стиль, язык и прочее. Используйте ролевые модели. Это очень прикольный лайфхак, такой базовый, который помогает прокачать общение. Например, если я к нему приду и скажу, сгенерируй мне текст рекламы, он сгенерирует какую-то базовую вещь. Но если я скажу, что GPT, представь себе, что ты ведущий арт-директор вообще в креативном агентстве, у тебя 20 лет стажа работы на рынке, ты съел собаку на создании классных видео для рекламы, выигрывал Каннские львы, там еще что-нибудь выигрывал, а теперь расскажи мне сценарий, который я мог бы для себя снять. И он так работает гораздо лучше, таких ролевых моделей может сколько угодно быть, только ваша фантазия это ограничит. Разбивайте промты на шаги, не надо пытаться всю информацию сразу у него запихнуть. Ему так будет сложно. Лучше действительно идти по шагам и вперва дать какой-то базовый запрос, потом дать уточнение, он уточнение отлично понимает, отлично воспринимает. Варьируйте конечный результат. То есть вы, например, можете его попросить сгенерировать текст поста на сотрудников, он вам его сгенерирует, допустим, вам понравилось, вы можете попросить его, а теперь сделай этот пост для совета директоров. Он его перефразирует, и вы получите совершенно другой результат, но суть будет той же. Если вас не устраивает, как он вам отвечает, вы можете показать ему буквально примеры желаемых ответов. Я хочу, чтобы ты мне ответил двумя строчками, одним предложением, я не знаю, добавив таблицу. То есть можно так сделать. Очень крутой тоже лайфхак – это самокритика. Его можно попросить сгенерировать что-нибудь и дальше предложить ему же, например, в той же или в другой постаси, не важно, улучшить то, что он сгенерировал. И он вам предложит способы улучшения. И если вы с этими способами согласны, ему можно сказать, что да, давай, внеси эти изменения, он внесет и станет лучше. Попробуйте. Ну и в конце концов, самый последний лайфхак, если вы что-то не понимаете, если вы там зашли в тупик, вы можете спросить у самого чат-жи-пяти. Это очень просто, и он проведет вас по шагам. Я вот, например, не знаю питона, языка программирования. Вот. И мне тут приперло просто для себя сделать чат-бота. Я зашел в чат-жи-пяти, дал ему задачу, что смотри, я хочу сделать там для таких-то задач чат-бота, не знаю языков программирования, дай мне вот пошаговую инструкцию, как это сделать. Он меня провел по шагам, он буквально мне давал кусок кода, я говорю, а куда его вставить? Он говорит, ставь туда. Я говорю, не работает, давай вот тогда вот этот кусок кода попробуй. В общем, в итоге где-то 20 минут, и у меня был чат-бот. Честно, так оно и было. Вот. Собственно, поэтому спрашивайте у него самого. Он может быть прекрасным собеседником. Как пример, вы хотите, например, выучить испанский язык, но у вас нет там понимания вообще, как подойти к этому вопросу. Нет, я не знаю, методиста, нет преподавателя. Чат-жи-пяти может вам в этом помочь, но тут все-таки нужна какая-то программа обучения, и эту программу обучения вам может сгенерировать сам чат-жи-пяти. Вы можете спросить у него, типа, хочу выучить испанский, создай мне, пожалуйста, там пошаговый курс и проведи меня по этому курсу, он будет вас учить. Это очень прикольно. Я использую комплексный промт, и вообще так работает лучше. Это работа по шагам, когда весь запрос не запихивается в один первоначальный промт, а разбивается на часть. Первая часть, я создаю для него ролевую модель. Говорю, например, представь, что ты директор по продажам, который работает в отрасли B2C, напрямую общается с клиентами, в общем, учу его тому, кем он является. Первый шаг. Второй шаг, я даю ему базовую задачу. То есть я рассказываю, мне нужно, чтобы ты сделал для меня то-то, то-то, то-то базово. Он мне дает какой-то результат, какой-то, мне он нравится или не нравится, сразу. Я прошу его посоветовать мне улучшение в той же липостаси или в другой, это не важно. Он мне говорит, смотри, вот, например, я тебе сгенерировал, но вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, можно сделать и лучше. И если меня это устраивает, я говорю, хорошо, лучше. Он улучшает и обычный результат получается сильно лучше. И этот цикл можно продолжать бесконечно. Например, мне не понравился стиль, я могу ему сказать, причаши стиль, сейчас скучно, сделай повеселее, добавь мемов, я не знаю там, добавь сленга, добавь каких-нибудь эмодзи добавь, он все это сделает и это можно повторять. Вот это условная схема сферического идеального промта в вакууме. Его можно вот заскриншотить и каждый запрос генерировать по такой схеме будет очень хорошо работать. Дальше сами научитесь уже в процессе, как генерировать более подходящий лично вам промты. Ну и давайте посмотрим наконец-то примеры, давайте посмотрим, как это работает на практике. У меня есть несколько совершенно классных историй из разных сфер, надеюсь, я вам успею их рассказать. Первое, с чем он справляется классно, собственно, генеративная модель, это сочинительство. Это все то, что касается создания нового материала, не только текстового, он отлично может делать презентации, отлично генерирует программный код, он пишет, не пишет, вернее, рисует таблицы, картинки не делает только, но для этого есть, конечно, специализированные решения. Давайте попробуем создать письмо для холодной продажи чего-нибудь, как самый такой базовый пример. Вот я сел реально вчера, мне первое, что пришло в голову, давайте зададим письмо для холодной продажи. Вот базовый промт, который я пишу для него сверху. Напиши текст, письма для холодной продажи с РСРМ. Я сознательно вот его сделал максимально тупым и в лоб для того, чтобы показать вам разницу. И он, смотрите, что пишет. Уважаемое имя клиента, я надеюсь, что это письмо находит вас в прекрасном настроении. Меня зовут, я представляю компанию, я обращаюсь к вам с предложением, которое может, ну то есть вы видите, я дальше читать не буду, я специально вставляю куски примеров, потому что если все читать, мы долго так будем сидеть, несколько дней. Вот, но само письмо, оно объективно довольно плохое. Мы такой спам получали с вами еще в 2000 году, его тогда было огромное количество. Это было тогда уже странно, а сейчас это максимально кринжово, поэтому, конечно, такое мы отправить не можем. Мы посмотрели на него и дальше мы хотим, чтобы он сделал его получше. И мы даем ему промпут посложнее. Мы пишем, ты профессиональный B2B-маркетолог, напиши короткий текст письма, который можно отправить владельцу агентства недвижимости, чтобы он заинтересовался внедрением СРМ и отправил заявку. Дальше я ему пишу, что наше СРМ лучше других тем-то, сделай простой текст, не канцелярский, используй инфостиль и учти, что письмо должно не попасть в спам. Что пишет чай G5? Уважаемый такой, это я обращаюсь к вам в связи с возможностью внедрения вашей СРМ-системы в ваше агентство недвижимости. Я представляю компанию, специализирующуюся на разработке маркетинговых инструментов. У нас есть предложение, которое может быть весьма интересно. Наше СРМ является идеальным решением для агентства недвижимости. То есть, что изменилось, что важно. Он учел контекст, он понимает, что я уже общаюсь с владельцем агентства недвижимости, он сюда это включил. Стиль стал уже получше. Давайте будем честны, некоторые менеджеры по продажам пишут не сильно лучшие тексты. Вот. И опять-таки, там дальше есть кусок побольше, я его не стал до конца включать, потому что это скучно, но вообще он сделал ровно так, как я хотел. Просто мне, как маркетологу, ну такое не нравится. И я дальше прошу его, исправь самые грубые ошибки. Сделай письмо покороче, во-первых, потому что реально длинное. Сократи вступление и меньше говори о том, какие мы классные, а вот как вот завещали классики маркетинга, больше говори о больных клиентах. И он переписывает это письмо для меня в третий раз. Очень мало уже говорит про меня. Я пишу вам от компании, специализирующихся на маркетинговых решениях, чтобы предложить вам революционную CRM-систему. Прикольно, кстати, революционная CRM-система надо использовать, которая поможет вам эффективно управлять вашим агентствам недвижимость. Это уже сильно лучше. Это уже очень неплохой текст. И дальше он идет к болям клиента и, собственно, говорит, мы понимаем, что в сфере недвижимости время – это деньги. Именно поэтому наша CRM-система разработана для максимального упрощения ваших рабочих процессов. То есть он уже идет от боли клиента. И письмо становится уже почти маркетинговым. Уже, друзья, очень неплохо. Он исправил грубые ошибки, но мне все еще не нравится. Я пишу «Лучший стиль», потому что сейчас реально вот эта вот революционная CRM-система – это прям плакатно. И он в очередной раз мне переначивает его и пишет. Я обращаюсь с предложением, которое может существенно улучшить ваше агентство недвижимости. Ну, в общем, я докручиваю стиль. Он его улучшает, мне нравится или не нравится. Можно так просидеть хоть 10 часов, добиваясь идеального результата, но уже сейчас это, ну, в принципе, такое среднестатистическое по России письмо, которое я обычно получаю, когда что-то мне на холодную хотят продать. Дальше мы спросим мнение самого ЧАД-ЖПТ. Скажи мне, дорогой друг, что с ним не так? Предложи пять способов улучшения этого письма. Все пять я опять-таки не стал вставлять, потому что долго, но вот он говорит, вместо общего обращения используйте имя и узнаете там, как у человека дела, то есть более персонализированное обращение. Подчеркните срочность, добавьте какую-то акцию. Это действительно маркетинговые стандарты, да, то есть срочное предложение работает лучше. Включите социальные доказательства, то есть расскажите, что там ваши клиенты, они с вашей сервисной системой зарабатывают больше. И после этого я прошу его, хорошо, ты прав, твои предложения классные, поддерживаю в досе. И он делает мне следующий текст. Привет, надеюсь, у вас все отлично, хотел бы поделиться с вами уникальным предложением, которое ограничено по времени. Наши клиенты уже увеличили продажу на 30% после внедрения нашей передовой сервисной системы. Мы предлагаем вам шанс, улучшить там бла-бла-бла-бла-бла-бла. Оно становится все лучше и лучше с каждым разом. В любом случае нужна будет моя редактура. Я в любом случае сяду и его прочешу. Но мыслит он очень верно. А дальше интересно. Допустим, мне понравилось письмо, и я говорю, сделай HTML-верстку этого письма со стилем и модным оформлением, чтобы это было не просто plaintext, а чтобы это было настоящее письмо, какое-нибудь интересное. И ChatGPT сходу дает мне код этого письма, который я могу скопировать, создать из него страничку в файлике, загрузить его куда-нибудь на сервак, и оно будет работать. Что я дальше и сделал. Я скопировал этот код. Было у меня еще несколько итераций по мелким правкам, но в итоге я получил вот такое письмо. А, я про письмо, да, сейчас не про страницу говорю, поэтому что я про сервер несу, нет. Я попробовал просто через случайный сервис отправить самому себе письмо с вот этим кодом. Выглядит оно примерно вот так. Мне кажется, что это довольно прикольно. Я его не просил добавлять кнопку, но он это сделал. И мне кажется, что с точки зрения продаж, это очень неплохое решение, собственно, иметь здесь кнопку. Он сделал стиль для заголовка, разбил на абзац, сделал лайн. Очень прикольно выглядит. Вот. Письмо работает. Но мы тут забыли тему письма, поэтому я опять-таки попросил чат GPT, придумай здесь тем письма, которые подойдут к этому письму и дадут самую высокую открываемость. И опять-таки он предложил мне темы, которые, в общем-то, подошли бы. Тут есть разные. Я бы выбрал третье, как самое, мне кажется, что открываемость у него будет самая высокая. Там пять преимуществ использования CRM-системы в вашем агентстве недвижимости. Я экспертно так оцениваю. Но оно не очень к письму подходит. Там тогда действительно надо будет пять преимуществ сдать. Вот. Но в целом темы письма классные. И они будут открываться. И это очень круто. Попробуем какой-нибудь другой сценарий интересный. Давайте напишем текст вакансии. Такая HR-ная задача, довольно типовая, довольно рутинная, никому не нравится, но все делают. Я даю очень сложный промпут. Сразу. Привет. Представь, что ты профессиональный HR-директор, который профессионально занимается наймом персонала. Ты работаешь в IT-компании. Нужно срочно нанять на работу Event Manager, который будет заниматься организацией вебинаров, конференций, онлайн-марафонов. И офлайн, онлайн. И иногда придется работать в других городах. В идеале, если у него будут навыки маркетолога, но это не обязательно. Человек должен уметь пользоваться Excel для отчетов. И надо, чтобы он был в Москве или в Калининграде. Зарплата до 80 тысяч рублей. Если, кстати, у кого есть такие венщики, то скидывайте мне, мы действительно ищем венщика. Но история не об этом. Я попросил его создать идеальный текст вакансии с обязанностями, требованиями, условиями. Предложил ему по креативе, сказал, может, сам от себя что-нибудь написать. Вот мои требования главное учти, но можешь, в принципе, сам от себя погенерировать. Что, друзья, происходит дальше? Он генерирует текст вакансии, который, на мой взгляд, душнейший. Мы, ведущая IT-компания, ищем талантливого, креативного, там что-то вот, ну, вот эти вот сложные слова, знаете сами, вот этот язык, который никто не любит. Никто не отзовется, огромный главный текст, я тут кусок вставил, а там еще вниз таких же четыре страницы. В общем, сложно. Я говорю ему, слушай, ну нет, давай ты сам мне предложишь пять способов, как можно улучшить текст вакансии, чтобы он выглядел более привлекательно. И вот он мне рассказывает, что, во-первых, вы видите уникальные аспекты работы, там укажите, что компания является ведущей в своей отрасли, подчеркните, знаете, чем есть роли, опишите, там, какие ценности будет нести ивент-менеджер, там, что он будет вообще на весь бизнес работать, что ваша компания вообще без мероприятий жизни не представляет. Или укажите возможности для развития. Я ему говорю, хорошо, твои требования, требования, предложения классные, улучши текст. Он мне показывает вот такой вариант, звучит скучновато, стало очень сухо, он очень сильно его подскратил. Я говорю, хорошо, но олдскульненько, шаблонненько и вот не о том. Он мне генерирует новый вариант, который уже не такой душный. Мы, лидирующая IT-компания, ищем вдохновляющего и креативного ивент-менеджера, готового сорганизовать захватывающие вебинары, конференции, онлайн-марафоны. Очень пафсно. Я ему в очередной раз говорю, чуть меньше пафса и слащавости, и он, наконец-то, на самом деле это всего пять итераций, это где-то минут шесть у меня заняло, дает мне текст, который мне реально нравится. То есть я бы с таким текстом мог пойти по рынку. Мы, ведущая IT-компания, ищем талантливого ивент-менеджера, готового платить в жизнь, увлекательные вебинары, бла-бла-бла. И формат нормальный, длина нормальная, мне нравится. Вот продолжение. Мы ищем кандидатов с следующим качеством. У него будет работа не менее двух лет, понимание маркетинговых принципов. Хотя я не просил его писать про два года, он сам это для меня придумал. И вот внизу он пишет, я очень прям посмеялся. Возможности для профессионального роста и развития в IT-отрасли, официальное трудоустройство и социальный пакет. Он сам это написал, я ему этого не предлагал. Я пошел дальше и попросил его, хорошо, мне нравится твой последний текст, а теперь давай создадим страницу, которую я смогу кинуть кандидатам, чтобы они сразу туда отправляли резюме. Допустим, у меня это так работает, там не HeadHunter, а напрямую. И опять-таки он генерирует мне вот такой готовый код для HTML-странички. Я попросил его сразу это сделать с оформлением, со стилями. Я, допустим, не умею вообще в HTML, в CSS. Я не понимаю, что это такое. Я беру этот код, там было у меня еще несколько итераций, я могу рассказать, что я от него попросил, вот по этому коду. Он мне дал код, я сказал, хорошо, измени цвета на более яркие и дал ему ссылку на логотип, сказал, что я хочу, чтобы логотип моей компании был в этом коде. И он сделал для меня вот такую страничку. Посмотрите, насколько это классно. и от начала запроса до создания вот этой странички прошло, наверное, минут 15. То есть вот эта страничка с формой отправки резюме, с оформлением, с логотипом, хорошо сверстанная, адаптивная, готова. И мне могут возразить, ну это же HTML, если нажму на кнопку, ничего не будет, а надо еще серверную часть там писать для того, чтобы это письмо действительно отправлялось. Друзья, я мог бы дальше продолжить этот промпт и попросить его сгенерировать этот кусок на PHP. Он бы мне рассказал, как это делать, куда его надо вставлять. Просто я уже не стал заморачиваться, дабы время, которое тает, ваше не тратить. Он может сделать и серверную часть, не только вот эту вот клиентскую картинку красивую этой страничке. Но страничка реально работающая, можете сами попробовать, поделать так же, будет классно. Пример 2. С чем хорошо справляется, собственно, чат GPT и любые GPT-системы, это когда нам надо идти от общего к частному. Когда есть какой-то большой объем какой-то информации, а надо из этой информации сделать какую-нибудь емкую выжимку, например. И здесь есть вполне конкретные бизнесовые примеры, как это может работать. Давайте посмотрим. Я скармливаю чат GPT статью из нашей документации Bittrex24. Статья рассказывает о функции свободных слотов. То есть это функция, когда я могу скинуть ссылку на свой календарь, например, какому-нибудь своему внешнему подрядчику, и этот внешний подрядчик у меня в календаре найдет свободный слот, который может со мной созвониться, забронировать со мной встречу, там создастся с нами общая конференция, и я с ним смогу пообщаться. То есть это вот такая вот штучка в последнем релизе вышла, очень классная. Кстати, попробуйте, если еще не пробовали. Так вот, я закидываю ссылку на эту статью в чат GPT. У меня платная версия с подключенными плагинами, поэтому вот да, GPT-4, если вы видите, вот это вот used webpilot. Webpilot – это плагин для чат GPT, который может выходить в интернет, то есть он может смотреть какую-то страничку, которая нет в его базе, и получить из нее информацию. Собственно, я попросил его сделать summary, и он мне вот сделал такой вот текст, что статья на сайте поддержки Bitrix24 описывает новую функцию свободный слот в календаре, которая была добавлена в весеннем обновлении. Эта функция позволяет пользователям планировать встречи с партнерами, которые не работают в их компании, всего пару кликов. Пользователи могут поделиться своим расписанием, контрагенты смогут предложить встречу в свободное время и прочее, прочее, прочее. Вот. Я посмотрел на эту выжимку и сказал им, слушай, хорошо, представь, что ты SEO-специалист и предложи мне метатеги для этой страницы по стандартам SEO. Кто не знает, что такое метатеги, расскажу, потому что это все-таки такая специализированная штука. Это заголовок страницы, описание страницы и ключевые слова, использованные в статье на этой странице, которые нужны для того, чтобы рассказать к поисковым системам о том, а что вообще на этой странице есть. Если правильно сделать этот заголовок, описание и ключевые слова, то страница будет выше индексироваться в поиске, поэтому это прям, особенно 10 лет назад, это был прям хлеб всех SEO-шников. Представь, вот такие штуки. Я говорю, представь, что ты SEO-шник, предложи мне для этой страницы метатеги по стандартам. И он не просто предлагает мне эти метатеги абсолютно верные, классные, я вам экспертно заявляю, что они действительно классные и действительно подходит какая-то страница, просто поверьте мне на остаток. Он мне сразу предлагает код, который я должен вставить на страницу для того, чтобы эти метатеги там отобразились. Но допустим, я вообще не разбираюсь, я не понимаю, что это за код, я иду дальше и говорю, хорошо, мне надо добавить эти теги на страницу, они классные, помоги мне написать текст задачи, которые я могу поставить администратору сайта, чтобы он добавил предложенный тобой код. И он пишет, здравствуйте, я бы хотел предложить небольшую задачу для улучшения SEO, нам нужно обновить метатеги на страницу к последующему адресу, вот предложенные теги, он там еще вниз есть, дальше пишет, что вставьте эти теги между тегами head, вот это вот все прочее, то есть полная задача под ключ, я не помню, у меня здесь нет этого скриншота, нет, но я прикололся и спросил у ChatGPT, как ты думаешь, а сколько времени займет у администратора сайта на выполнение этой задачи, какой срок ему должен поставить в битриксе на то, чтобы он его выполнил, и ChatGPT мне ответил, слушай, ну по-разному, люди по-разному работают с разной скоростью, ну вообще обычно 15-30 минут, поэтому Юля, наша SEOшница, если ты меня слушаешь, то помни, 15-30 минут и SEO должны, метатеги должны обновляться, это неслованные задачи. Вот, это хороший пример того, как он прочитал статью, довольно объемную по размеру, сделал выжимку, сгенерировал для этой статьи метатеги и сам предложил мне текст задачи, которые я могу поставить администратору. Я не знал бы, что такое SEO, я не знал, что такое HTML, что такое теги, но под ключ я прошел по всей цепочке и, опять-таки, экспертно, все бы было хорошо, эта задача была бы выполнена отлично, это помогло бы. Еще вот такой пример есть хорошего использования, это все, что касается скриптов, алгоритмов и чек-листов. Чат GPT, как машина, справляется с ним отлично, он отлично может разбивать там общее на подзадачу, он отлично может делать алгоритмы. Самый простой пример, про который мы с вами поговорим, конечно же, это скрипты продаж, потому что, ну, любая российская компания, которая пытается продавать больше, так или иначе, с этим в какой-то момент сталкивается. Я говорю ему, представь, что ты профессиональный кое-луч по эффективным продажам, а я руководитель отдела продаж в компании, которая продает стеклянные душевые кабины. У меня в компании есть менеджеры по продажам, они принимают заказы от клиентов, им нужно узнать у клиента, на каком объекте будет установлена кабина, это дом или квартира или что, где вообще это находится, адрес, этаж. Менеджер должен выбрать вместе с клиентом удобную дату для вызова замерщика, кроме того, необходимо предложить клиенту сразу внести предоплату и договориться в дальнейших шагах. Придумай подробный скрипт продаж, который я мог бы отдать менеджерам для работы. И он генерирует мне следующий скрипт. Конечно, пишет он, вот подробный скрипт продаж. Приветствие. Дальше. Вопрос о точном адресе, там спасибо за информацию, мне также нужен точный адрес, чтобы мы могли учесть его при планировании и доставке. То есть он сразу понимает, зачем я спрашиваю об этом. Не просто так он понимает. Вопрос об этаже, на каком этаже находится объект, это может поможет нам подготовиться к установке и перевести необходимое оборудование. То есть он не просто генерирует вопросы, он генерирует вопросы сразу с ценностью для клиента, с которым будет общаться свой менеджер. И это круто. Это круто, потому что даже менеджера часто так не делают. Они спрашивают обычно в лоб, типа, этаж какой у тебя? И они не объясняют, что это нужно для того, чтобы реально нагрузку на логистику спрогнозировать. Вот. Предложение вызова замерщика, он пишет, для более точного определения размеров и оценки стоимости установки мы можем отправить нам нашего замерщика. И прочее. Ну, короче, вот такой скрипт продаж. Я смотрю на него и думаю, что он все-таки сложный для восприятия. И если я такими вопросами буду разговаривать с клиентом, он, скорее всего, меня пошлет далеко и надолго и будет совершенно прав, потому что так разговаривают только роботы, и это нормально. Вот. Я ему тоже говорю, что давай, предложи мне, как улучшить твой скрипт. Ты коуч по продажам, я тебе верю, рассказывай. И он говорит, ну, во-первых, создай дружественную индивидуальную атмосферу, общайся там более дружелюбно, подходи к клиенту с интересом и вниманием, задавай открытые вопросы. Это очень правильные советы, на самом деле, кто занимается продажам, подтвердят. Предложи решение на основе преимуществ. То есть он классные предложения, реально предлагаешь, шикарные. И я дальше не буду там показывать, он мне там сгенерировал уже, как лучше этот текст, этот скрипт показать. Там много текста будет, весь скрипт неинтересен, но я покажу разницу. До его предложения. Это момент про замерщика. Он пишет, для более точного определения размеров и оценки стоимости установки мы можем отправить нашего профессионального замерщика. Он сможет произвести замеры и обсудить детали проекта с вами. А после исправлений он предлагает уже совершенно другой клиента ориентированный подход. Он говорит, для нас очень важно обеспечить нашим клиентам наилучший результат. Многое зависит от того, верно ли проведен замер. Поэтому мы предлагаем вам вызов нашего профессионального замерщика. Он поможет определить точный результат и отсюда с вами детали проекта. Это сильно другой подход и сильно другое восприятие. Я специально вот налево и направо поделил экран и вам показал, чтобы вы понимали, как вот такие вот многоходовые промты помогают добиваться результата близкого к человечеству. Попробуем другой пример. У каждого наверняка когда-нибудь в практике или в карьере был руководитель, который забегал к вам, допустим, к вашему столу, подбегал, говорит, слушай, Вася, некогда объяснять, вот мне надо заказать 18 брендированных ручек, отправить их в Санкт-Петербург, давай, все, сделай, пожалуйста. Или там, знаете, какой-нибудь коллега, который явно от вас что-то хочет, пишет вам какое-то огромное полотнище текста, вам надо явно что-то сделать, но вы читаете и не можете даже понять, с чего, блин, начать выполнять этой задачи. И ЧАК-ЖПТ здесь тоже отлично помогает, потому что он отлично может алгоритмизировать. Я набросал просто вот такой вот текст. Привет, хочу провести вебинар про налоговые льготы, думаю, 23 июня будет норм, часов в 5. Вести буду на YouTube, надо попросить с админа, чтобы он настроил мне ноут, потому что я не умею узнать у юриста, сможет ли он в эту дату, маркетинг должен нагнать клиентов, пусть запустят рекламу, мне кажется, для этого подойдет таргет ВК, а может и не подойдет, я не знаю, надо еще убедиться, что в это время в офисе никого не будет, ну и там дальше сам подумай, что еще нужно. Я ему говорю, что смотри, сделай, пожалуйста, из этого, блин, набора присвязанных слов понятную задачу, которую я могу поставить своему секретарю, чтобы он организовал вебинар. И он мне генерирует текст, который уже чуть более понятен. Описание задачи. Необходимо организовать вебинар на тему налоговых льгот. Вебинар планируется провести 23 июня в 5 часов. Вебинар будет транслироваться на платформе YouTube, для этого требуется настроить ноутбук для проведения презентации и прочее. Стало чуть получше, но, прямо скажем, не сильно. Воспринимать все еще тяжело, но уже можно скопировать и, например, в задачи проекта в Bittrex вставить и поставить там задачу на, например, ассистента. Но тяжко, поэтому я говорю, нет, так я не воспринимаю, сделай пошаговый чек-лист к этой задаче, в каком порядке что делать. И он разбил весь мой вот этот непонятный бессвязный спич, который я сгенерировал в пьяном бреду, но на какие-то логичные шаги. Выбрать дату и время, выбрать площадку, подготовить оборудование, проверьте, пишет он доступность юриста, то есть спикера, с которым я хочу выступать. Запустите рекламную кампанию, там он мне еще дальше пишет. И вот так уже можно поставить не одну задачу, а сразу задачу с подзадачами или чек-листом, перенести все это в Bittrex и уже работать над вебинаром. Но я и здесь не останавливаюсь. Я спрашиваю у него, слушай, ну хорошо, а что я еще мог забыть? Он же явно лучше знает, чем я как вебинары делать, правильно? Вот я у него и спрашиваю. И он мне говорит, вот несколько дополнительных аспектов, которые могут потребоваться учить при организации. Первое. Резервный вариант проведения вебинара, резервная платформа. Друзья, все, кто организовал хоть раз вебинар, я думаю, знают, что такое, когда твоя трансляция отваливается. Никому такое не нравится, потому что действительно резервная платформа – это must-have. Очень хороший комментарий от него. Интерактивные элементы и вопросы участников. Вот я интерактивных элементов в свою презентацию не добавил, а мог бы его послушать и было бы интереснее. Проверка качества интернет-соединения тоже очень важна, потому что вот в его как-то вебинар, качество было печальным, мне было нервно, людям было нервно, вебинар, мягко скажем, не получился. Дело же говорит, правда? И вот еще какие-то там накидывает мне идеи, предварительное информирование. В принципе, все по делу. Все по делу и действительно я могу уже вот из всего вот этого, дальше я могу сказать, например, обновить чек-лист с учетом новых водных, он мне еще нагенерирует. Я могу сделать пошаговый план для организации этого вебинара и по этому пошаговому плану реально любой человек справится с организацией. Это классно, потому что не каждый ивент-менеджер сможет такой чек-лист сделать, потому что что-то из головы вылетает, что-то забывается, а чат GPT не забывает и не теряется. Ну и, конечно, лучшее использование чат GPT, которое только может быть. Я вам рассказал такие практические примеры, а теперь уйдем в философию. Чат GPT – это просто отличный собеседник, кореш, я не знаю, кент, как хотите, называйте. Он идеален для вдохновения. С ним прикольно просто трепаться, потому что он наводит на какие-то крутые идеи и это всегда работает. Я иногда перед сном просто лежу и с ним общаюсь на какие-то свободные темы, потому что он не генерирует прикольные всякие штуки. Я уже, кажется, скоро буду с ним общаться чаще, чем с друзьями. Например, проведение брейнштормов. То есть с ним можно просто посидеть и погенерировать что-то. Или использовать его как отправную точку. Если, например, есть какой-то проект, не знаешь, как к нему подступиться, можно у него спросить. Слушай, есть вот такая история, с чего начать? Он сейчас скажет. Либо критика. Можно закинуть у него какой-то свой готовый материал, сказать, слушай, покритикуй, брейншторминга. Я, значит, спросил у него, что вот, например, он мне, как владельцу ларька с шаурмой, посоветует постить в своем телеграм-канале, если я вдруг захочу его завести. И он мне там какие-то нагенерировал идеи. Я серединку диалога вставил там вот за куисами. Люди любят узнавать, как происходит, что происходит за куисами. Можете делиться фотографиями или видео процесс приготовления шаурмой. Вот. В принципе, он норм мне погенерил, но я все равно домотался до него и сказал, это слишком скучно. Людей такой контент не увлечет. Нужно что-нибудь более виральное и юморное. И вот он мне уже предлагает мемы. В целом, действительно, мемы о шаурме это всегда смешно и всегда хорошо зайдут в телеграм-канале. Это вот как пример брейншторминга. Я просто с ним сижу и какие-то он мне идеи набрасывает. Я что-то отвергаю, что-то принимаю. И он в этот момент становится моим вторым пилотом, потому что мы с ним вместе придумываем какие-то темы. Или вот отправная точка. Вот я говорю, я провожу онлайн-марафон по использованию ChatGPT для предпринимателей. Опечатка у меня здесь. Они никогда не слышали о нейросетях. Набросай мне структуру презентации с примерами использовать. И он мне вот генерирует. Смотри, вот видение тут поприветствует. Там расскажи про цели, объясни, что такое ChatGPT и OpenAI. Сразу скажу, я не шел по его идеям, потому что я сгенерировал его уже, когда все сделал и так получилось. Но вообще, примерно мы об одном и том же с ним говорим. Или вот критика. Я ему кинул анонс моего выступления сегодняшнего перед вами и сказал, слушай, как улучшить этот пост? Будь жестким, не жалей меня. Представь, что ты профессиональный SMMщик, а я там какой-то ноунейм и расскажи мне, что сделать лучше. И он говорит, что вообще тебе было бы неплохо уточнить ценности аудитории и под это уже оптимизироваться. То есть писать, например, откроется для себя как нейросети, могут существенно увеличить эффективность вашего бизнеса или улучшить продажи. Добавить больше информации о спикере, рассказать там про мой опыт, вот это вот все. Опять-таки, все вполне по делу. Ну и в конце, время тем более у нас уже, собственно, заканчивается, конечно, такие доклады должны быть сильно длиннее, потому что я могу бесконечно про это разговаривать, как видите, я, наверное, в принципе, на такой скорости вещаю, тяжело воспринимать, но поверьте, мне эта история очень драйвит, вдохновляет. Я попросил чат GPT пожелать вам что-нибудь, чтобы ваш интерес не угасал, чтобы вам было интересно и чтобы вы действительно смогли этот инструмент ввести в свою жизнь, воспринять его как своего ассистента, как своего сотрудника и вести работу вместе с ним, вести бизнес вместе с ним, потому что он может вам помогать. И он дал вот такое напутствие вам. Вы перед воротами нового мира возможностей, открывающихся благодаря чат GPT и Bitrix24. Эти инструменты, ваши союзники в создании более эффективного и прогрессивного мира. Но помните, успех не в самых продвинутых инструментах, а в том, что как мы их используем. Поэтому мое вдохновляющее пожелание вам не бойтесь перемен, экспериментируйте и дерзайте. Используйте новые технологии для реализации своих бизнес-идей. Впереди вас ждет только успех. Удачи вам в этом увлекательном путешествии. Кажется, что лучше я все равно не скажу, поэтому я не буду говорить никакого своего напутствия, а поприветствую снова в эфире Микаила. И мы перейдем к вопросу. Я оставлю здесь QR-код. Это моя страничка ВКонтакте. Я периодически что-то там пишу, в том числе и про нейронки. Можете на меня подписываться, ставить мне лайки и задавать всяческие камерные вопросы. А сейчас готов ответить на те ваши вопросы, которые собрал Миша. Ну, кстати, на большую часть вопросов ты походу поотвечал. Я хочу немножко концептуальных тебе докинуть. Миросетки. Новая технология относительно всех предыдущих. И давай попробуем сформулировать, как к ней относиться. Это новая технология, которая займет какую-то узкую нишу, или это то, с чем нам придется работать ежедневно? Условно, это там умение работать с интернетом и нужно всем? Или это программирование, которое нужно только программистам, а все остальные останутся в своем формате? Я думаю, что тот момент, когда это была только технология для программистов, он уже пройден. Уже это не так. И как я говорил, уже в повседневной жизни мы очень часто сталкиваемся с результатом работы нейронок. От каких-нибудь бытовых роботов до стриминговых сервисов, кинопоиска, я не знаю, онлайн-сервисов различных. Они уже плотно существуют в нашей жизни. Дальше, как и при появлении компьютера. Кто-то разрабатывает компьютеры, разрабатывает программы, а кто-то является пользователем. Я считаю, что обязательно надо уже сейчас быть как минимум уверенным пользователем нейронок, уверенным пользователем того же Charger 5, потому что это уже часть нашей жизни и уже тот результат, который они дают, он меняет все. Он меняет бизнес, он меняет работу, он меняет коммуникации в наших глазах. Если говорить про бизнес, то сейчас это просто конкурентное преимущество. Тот, кто сейчас научится хорошо генерировать промпты, который научится правильно воспринимать Charger 5, получит конкурентное преимущество. И это круто. Это большие возможности для роста. Не надо это воспринимать как машину, которая будет приносить вам готовый результат. Она будет. Но только вместе с вами, как с человеком, этот результат действительно будет превосходным. Поэтому учитесь пользоваться этому уже сейчас. Не теряйте времени. А давай так еще зайдем. Если это будет инструмент, который мы будем регулярно использовать, то скорее всего и Битрикс 24, и думаю, что другие сервисы тоже будут интегрировать это в себя. Сейчас у нас можно смотреть скоринг-модель, можно генерировать картинки. То есть, это будет такая интеграция, которая внутри появится. Нужно ли экспериментировать самому и искать возможности интеграции в свой бизнес напрямую нейронок, визуальных или текстовых, или это появится в привычных нам продуктах, и нам нужно чуть подождать, и все будет? Ну, во-первых, отвечу на самые популярные вопросы. Вот в чате, вот я его вижу одним из последних, будет ли интеграция с Битрикс 24, и вообще будет ли появляться АИшки в Битрикс 24, они уже появляются. И сейчас весь вопрос в том, в каком порядке их туда встраивать, потому что идей тьма, возможности тьма, надо просто понять, что нужно сперва и где будет нанесена максимальная польза, поэтому в Битриксе будет появляться нейронки, это точно, как бы в ближайшее время ждите анонса, да, что называется. Вот. Что касается того, нужно ли ждать появления или стоит использовать уже сейчас, не надо выбирать. Мы всегда лучшие практики занесем свой продукт, всегда, если мы видим какую-то идеальную точку встройки для нейронки, мы ее туда встроим для того, чтобы вы экономили время, чтобы вам не надо было куда-то бегать, ходить, и вы могли все в одном окне использовать. Но, как минимум, учиться базам на каких-то базовых, самых популярных нейросетях, типа того же Чарджи Петти, стоит. Хочется найти что-нибудь, что не получается, и я тоже смотрел, когда готовился к эфиру, про ложку дегтя, которая может быть. Значит, в некоторых странах уже чуть не на законодательном уровне запрещено использовать некоторые нейросети. И понятно, что чем больше будет развиваться эта отрасль, тем больше будет регулирование. Чего нам стоит бояться опасаться или чего, например, боятся какие-то страны, запрещая в свободном доступе пользоваться либо компаниям, либо физическим лицам нейросетками? Ну, во-первых, всегда в каждом ученом научном сообществе есть люди, которые говорят верхнеуровнево об опасности искусственного интеллекта. Потому что когда-то, мне кажется, неминуемо произойдет тот момент, когда вот этот слабый искусственный интеллект все-таки таки разум обретет. Когда это будет, я не знаю, да и никто не знает. Но когда-то вот эта искра случится, и что произойдет дальше, никто не знает и даже не берусь прогнозировать, потому что я не фантаст, не предсказатель. Вот. Если говорить о том, что происходит прямо сейчас, то, во-первых, те же текстовые генеративные нейронки, они дают огромный простор для мошенников. Потому что можно, не знаю, там, создавать тексты в стиле чего угодно, там, отвечать быстрее, чем кто угодно просто за счет того, что эта технология работает быстрее, чем человек. А в отдельных случаях есть риски, это более связанные там вот с дипфейками, да, с нейросетями для обработки видео, когда даже я уже, сколько бы я времени не потратил на изучение нейросетей, не могу с точностью сказать, это видео, это продукт нейросети или это реально снятое видео. Я думаю, что где-то в течение там, о, я начинаю предсказывать, смотрите, я думаю, что в течение двух лет мы уже разучимся отличать там контент, с генерированной нейронками, от реального контента. Поэтому это не то, чтобы страшно, но это что-то другое, и мы не всегда понимаем, как вообще устроена эта нейросеть. Даже сами разработчики ChatGPT, если вы почитаете их блог, они вот все выпустили, мы общаемся с ChatGPT, и они пишут, хорошо, а вот сейчас мы с помощью ChatGPT версии 4 будем пытаться разобраться с тем, как работает ChatGPT версии 3. Вот, и это, конечно, звучит пугающе, да, и даже крипово, но вообще мы действительно не знаем сами, какие алгоритмы заложены там внутри, какие алгоритмы эта нейронка создала сама для себя, для работы вот этих нейронов между собой, для их связи. И мы не понимаем, как она будет действовать в той или иной ситуации, сейчас куча историй ходит про то, как какой-то нейронке дали какую-то задачу, и она ее решила каким-то нетривиальным способом, неожиданным и неэтичным. Поэтому, конечно, все так или иначе будет зарегулировано, и это абсолютно, ну, как бы, закономерно, и, скорее всего, правильно, потому что ответственность какая-то должна быть все-таки. закономерно и законодательно логоведическое упражнение. Вот так. Очень много говорят, Саш, про то, что нейросети кого-то заменят. Мы сегодня смотрели у тебя в презентации много разных примеров, но каждый раз этот пример был пропустить и через себя. То есть, пока логический фильтр, человеческий фильтр необходим. Так я же специально так говорю, чтобы люди не нервничали. Нужно ли нам бояться как сотрудникам или радоваться как бизнесменам и руководителям, что мы сейчас что-то заменим, что-то сделаем за сотрудников? Я пока не верю, что кто-то кого-то заменит, потому что, знаете, вот сейчас самая популярная шутка на тему нейросетей, правда, для генерации картинок, там, где дизайнеры, художники, не бойтесь, чтобы нейросеть сделала результат, ему надо дать точную и понятную задачу, а с этим еще никто не справился. И это действительно так. На самом деле сложно сказать, кто действительно в зоне риска, потому что я помню, как пару лет назад была теория, что вообще всех там маркетологов, продавцов заменит нейронка, останутся только разработчики, и которые... Они тоже боялись. Так вот, сейчас у нейронки лучше всего получается разрабатывать, то есть писать код, это прям вот ее. Поэтому тут так тоже сложно прогнозировать, но мне кажется, что всегда умулятивный эффект будет лучше, когда сидит человек, у которого есть эмоции, который понимает, как, например, текст повлияет на собеседника, и когда сидит машина, которая наделена всеми знаниями мира и может подбрасывать свои идеи. И как бы сильно они не зашли, всегда нужен будет человек, который сможет корректировать, который сможет учить нейронку быть человечнее. И мне кажется, что этого не изменится никогда. Да, возможно, часть хлеба, например, у копирайтеров отнимется. Станет больше редакторов, станет больше промт-инженеров под копирайт. Все меняется. Посмотрите на те же самые промышленные революции, как они изменили мир. Скорее всего, будет примерно такая же история, которая случалась уже с человечеством неоднократно. Тут прям совпадаем про промышленные революции, то, на что хочется обратить внимание, когда говоришь про новую промышленную революцию. Там никого не разогнали, никто не остался без работы, их работы стало больше, она стала другая, немного более верхнеуровневая, и это кажется, что хорошая новость. Коллеги благодарят за презентацию, за лекцию. Наверное, я по финалю вопросом от Николая про софт-хард-скиллы. Мы сейчас будем много работать, видимо, с нейросетями, чем дальше, тем больше. Иногда в простом формате, там, внутри интерфейса Bittrex24, условно, или напрямую с какими-то нейросетями записывая промты. Что нужно подтянуть себе, как подготовиться к тому, что нейросеть будет в нашей жизни, теперь ее будет много? Хороший очень вопрос, потому что ответ будет не банально. Мне кажется, что для того, чтобы как можно эффективнее и быстрее научиться коммуницировать с нейронками, надо прежде всего научиться коммуницировать с людьми, потому что нейронка все-таки это некий аналог человеческого сознания, поэтому я бы посоветовал, как и советую очень часто, когда говорю о каких-то современных технологиях, изучайте психологию, изучайте, как мозг человека принимает решения, как развивается вообще ребенок, как он приходит к состоянию взрослого. И это даст вам гораздо больше ответов о том, как вообще работать с теми же нейронками, да и вообще ответов о том, как устроен мир. Серьезно, это огромная пища для ума, которая поможет прокачать любую отрасль, продажи, маркетинг и развитие бизнеса. Психология крута. Саша, спасибо огромное. Много, правда, благодарностей в чате. Спасибо большое за обзор, за практические рекомендации. Друзья, смотрите, как вы можете интегрировать нейронные сети сейчас в свою жизнь, в свой бизнес, какие кейсы есть. Часть из них, Саша подсказал, они есть на слайдах. Можно прям брать, экспериментировать, экспериментировать. Рекомендуем от всех нас. И удачи вам с этими экспериментами. Ну, мы тоже порадуем вас в текущем режиме, в ближайшем будущем внутри продукта Битрикс24, что можно будет делать и как нейросети могут нам помогать. На сегодня наш эфир предлагаю считать закрытым. Тема большая, мы к ней подступили, я надеюсь, вы продолжите. У нас всегда так работает, мы даем некоторые инсайты, некоторые классные мысли, которые потом нужно внутри у себя в бизнесе развить, чтобы получить тот самый эффект. Мы продолжим с вами уже завтра, будем говорить про маркетинг и еще несколько встреч в формате живом, в формате вебинаров будет у нас на этой неделе в рамках бизнес-марафона Битрикс24. Спасибо большое, друзья. Материалы отправим. Счастливо. Спасибо, Миша. Спасибо, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok